Открытый диалог с Александром Непомнящим И в этот праздничный день очередная встреча с Александром Непомнящим Здравствуйте, Александр! Добрый день, здравствуйте! Здравствуйте, Александр! С праздником вас! Большое спасибо! И вас тоже с праздником поздравляют всех наших слушателей с замечательным праздником Ханука И, как вы знаете, Ханука — это праздник победы, света и свободы над тьмой и страхом И очень хочется пожелать, чтобы нынешняя ханукальная неделя мы сегодня во втором дне Хануки сумела бы разогнать своим праздничным светом все сгустившиеся над миром мрачные тучи И пусть она принесет освобождение у вас где Трамп отважно противостоит вот всему сосредоточию буквально мирового зла и ужи и у нас Ну, а там как-нибудь и с китайским вирусом мы тоже справимся Замечательный праздник Хануки но, к сожалению, говорить приходится о вещах порой не очень приятных в частности, антисемитизм прогрессистов и я не знаю, эта тема когда-нибудь себя исчерпает или нет и поэтому мы вынуждены говорить об этом сегодня Да, Сергей, к сожалению, мы совсем недавно говорили об антисемитизме новом антисемитизме, который вырос в недрах демократической партии и, к сожалению, по мере того, как этот вопрос, эта проблема становится все более и более актуальной и набирает мощь в Америке в общем, к сожалению, приходится говорить об этом все чаще и чаще и вот сегодня я хочу тоже начать нашу передачу с действительно проблемы того, как в Америке формируется и возникает новый антисемитизм новых американских элит Но начнем немножко с другого На прошлой неделе премьер-министр Бениамин Натаньял дал интервью Майклу Дорану Майкл Доран — это ученый-исследователь из Института Хадсона И поскольку он ученый, а не репортер то Доран предпочитал задавать вопросы Натаньялу, связанные не с текущей политикой а вот с теми идеями, которые на протяжении многих лет вдохновляли Натаньялу И первая часть их беседы велась вокруг выступления Натаньяла в марте 2015 года перед Объединенными Палатами Конгресса когда Натаньял изложил свои основные доводы против, по сути дела, главного фактора внешней политики тогдашнего президента Барака Обамы против ядерной сделки с Ираном выступая тогда перед законодателями США Натаньял разъяснял им, что вся эта сделка, весь этот гамбит, который задумал Обама он не только не остановит, но напротив гарантирует создание Ираном ядерного арсенала в течение буквально 10 лет и во многом вот это обращение, выступление в Конгрессе Натаньялу оно считается поворотным моментом в истории Израиля в каком-то смысле в истории нашего региона, нашего Ближнего Востока потому что именно оно в итоге закрепило положение Израиля как регионального лидера и заложило основу будущего стратегического сотрудничества между Израилем и суннитскими арабскими государствами Персидского залива которым, как и Израилю, угрожает иранская программа ядерного оружия Доран, он католик и он решил начать обсуждение этой речи не с влияния, которое наказало на арабский мир а с ее влияние на американских евреев и он, Доран, напомнил, что представители еврейской общины США были тогда откровенно напуганы речью, в которой лидер еврейского государства фактически выступил против президента Соединенных Штатов и он даже процитировал Доран своего еврейского приятеля сказавшего ему тогда ой-ой-ой, 2000 лет истории научили нас тому, что нельзя конфликтовать с королями Беспокойство американских евреев вследствие той речи Натанияу примечательно прежде всего тем, что оно раскрыло суровую правду ставшую за пять прошедших с тех пор лет лишь еще более заметной Уверенность в себе, характеризовавшая американское еврейство во второй половине XX века практически полностью исчезла, испарилась Немножко истории До середины XX века наиболее распространенными проявлениями антисемитизма в Америке являлись такие вот элитарная высокомерие и астрокизм процветавшие в высшем обществе антисемитизм Он оставлял евреев за стенами модных загородных клубов престижных юридических фирм, инвестиционных банков При поступлении в ведущие университеты на евреев налагались ограничительные квоты если вы не знали об этом и если кто-то все-таки мог пробиться то от него требовали безукоризненного такого просветарианского что ли поведения Но затем, к началу и к середине 50-х годов когда масштабы катастрофы европейского еврейства были осознаны американскими правящими классами ворота высшего общества стали для евреев постепенно открываться Так началось то, что теперь часто называют золотым веком американского еврейства Теперь же, 50 лет спустя, к началу нашего века ситуация постепенно стала откатываться назад и весь этот золотой век как бы так потускнел и покрылся ржавчиной Но уже не белая англосаксонская элита прошлых лет та, что звалась ЛАСП отвергала гражданские права евреев Нет, на этот раз подрывать позиции евреев американских стала на мере своего перемещения с окраина американского общества в самый ее центр новая прогрессистская элита Подобно советскому антисемитизму сменившему прежний антиеврейский фанатизм царской России который отвергал евреев как личностей И вот советский антисемитизм он сменил новым таким антиеврейским фанатизмом отрицавшим право евреев на национальное самоопределение Так вот, подобно ему антисемитизм прогрессистов отвергает само право Израиля на существование подвергая безжалостному астратизму всех евреев смеющих проявлять привязанность к еврейскому народу и к его родине Прогрессистская элита сегодня стала новой элитой Америки И теперь, когда власть оказалась у них они без колебаний стерли пыль со старого антисемитизма элит ВАСП и решительно обновили его Но если прежний антисемитизм старых элит подвергал евреев социальному и финансовому астратизму за религию сегодняшний добивается социального и финансового астратизма евреев прежде всего из-за политики и из-за расизма Примерно в те же дни, что состоялась беседа Натаньяо с Дораном еврейский онлайн-журнал Tablet опубликовал интересную очень историю с примером подобного антисемитского астратизма нынешней элиты которым подверглась группа евреек из Лос-Анджелеса Эти женщины были участницами такой эксклюзивной страницы в Фейсбук для женщин в Лос-Анджелесе под названием Girls Night Out GNO Может быть, даже кто-то из наших читателей знаком с этой группой в Фейсбуке Эта группа, насчитывающая 30 тысяч участниц считается очень ценным сетевым инструментом Это подробно объясняется в статье поскольку страница как это работает страница в Фейсбуке она предлагает очень ценные возможности работы для большого количества лос-анджелесских фрилансеров И когда женщины, которые приходят туда специалистки, комментируют разные темы то фитнес-тренера, повара, визажисты могут показать свои знания и умения и, если повезет, привлечь новых клиентов Деятели искусства могут там продавать свои товары мастера пиара, анонсировать горячие предложения всевозможные сетевые магазины и так далее И, конечно, в связи с экономической обстановкой которая была вызвана коронавирусом членство в такой сетевой группе стало особенно ценным ресурсом И вот в конце августа когда беспорядки Black Lives Matter распространились по Лос-Анджелесу администраторы страниц поддержали официальную политику Белем При этом мы помним, что беспорядки погрома Белем в Лос-Анджелесе они просто буквально иззабиловали антисемитскими атаками и нападениями на синагоги, на еврейские бизнесы антисемитские транспаранты были развешаны на эстакадах и в еврейских кварталах в этот момент царила достаточно тяжелая атмосфера И вот один такой антисемитский баннер Белема Лос-Анджелесского на шоссе 405 привлек внимание еврейской участницы группы GNO Она опубликовала в группе комментарии о баннере, который что утверждал следующее «Евреи хотят расовой войны» И опубликовав это выразила беспокойность И к ней присоединились другие еврейки предложившие ввести в группу в эту фейсбучную группу модераторов к какому-нибудь еврейку которая займется борьбой с антисемитизмом То есть если мы поддерживаем Белем а Белем такая антисемитская то как-то может быть уравновесима это тем, что будет какая-то представительница еврейских женщин которая будет как-то модерировать и смотреть, что все-таки антисемитизма не было В ответ другая участница GNO предложила разрешить управлять страницей лишь тем еврейкам которые будут согласны признать оккупацию Палестины То есть не каждая еврейка в праве бороться с антисемитизмом только те, которые признают оккупацию Палестины Иными словами, только тем еврейкам которые примут антисемитские ограничения прогрессистской элиты в отношении их прав на участие в приличном обществе только им и можно получить такую вот работу модератора Ну и все еврейки которые высказывались против этого откровенного фонетичного призыва были просто выгнаны из группы А должность модератора получила еврейка которая приняла это условие и даже написала пост с осуждением Израиля Но изгнанницы обратились к основательнице группы и та на протяжении трех месяцев просто ничего не предпринимала игнорировала их Лишь в прошлом месяце она все-таки в итоге выгнала из группы вот этих антисемитских администраторов и модераторов включая ту еврейку-антисемитку которая писала про Израиль гадости и вернула изгнанных прежде евреек назначив еще двух произраильски настроенных евреек в модераторе страниц То есть так все кончилось хорошо И учитывая счастливый конец конечно все эти перипетии с группой Джейноу можно назвать хорошей историей Но тот факт что в течение трех месяцев еврейки отстаивавшие свои права были по сути лишены странены ценного сетевой ресурса представленного страницей Фейсбук лишь только за то что посмели выступить против фанатизма все вот это свидетельствует о нарастающей мощи преобладании влияния прогрессистских антисемитов То есть все уже это уже не шуточки и не глупости и не ерунда и не какие-то какие-то маргинальные ситуации это реальная жизнь и в этой жизни им приходится бороться против обычного банального антисемитизма не какой-то гопотой не с какими-то непонятными людьми в подворотнях а в самом центре как бы общественной жизни И этот прогрессистский антисемитизм многих элит он ведь выражается не только в ненависти к Израилю и евреям смеющим поддерживать право на существование еврейского государства он характеризуется также и презрительным отношением к иудаизму вообще и к еврейским обычаям частности вот например к празднованию Хануки о котором мы только что говорили на прошлой неделе Нью-Йорк Таймс опубликовала статью под заголовком «Ханукальная лицемерия» статья к слову написана женщиной нееврейкой ее мать ассимилированная католичка отец ассимилированный еврей в своей колонке автор заявляет что и она и ее супруг нееврей не станут зажигать ханукальный светильник ханукию со своими нееврейскими детьми потому что это просто не имеет за них никакого значения ну само собой разумеется решение женщины нееврейки не отмечать еврейский праздник не является каким-то событием достойным упоминанием почему же это было опубликовано в Нью-Йорк Таймс и ответ к сожалению очень прост сегодня Нью-Йорк Таймс стал газетой озвучивающей повестку дня прогрессистской элиты иначе говоря Нью-Йорк Таймс опубликовала статью указывая своим адептам на то что презрение к иудаизму к еврейским ритуалам вот это и есть верный путь это нужное направление по сути эту статью можно рассматривать как статью о враждебном отношении газеты к ультрадоксальным евреям собственно наши израильские слушатели они знают такую же газету в Израиле называется Гаар точно так же она диктует свою повестку дня радикальную прогрессистскую и тоже выступает против всего что хоть как-то может быть связано с еврейской традицией в том числе и хануки конечно же и проблема американского еврейства главным образом сегодня в том что на сегодняшний день уководство еврейско-американской общины оказалось совершенно некомпетентным в борьбе с возрождающимся антисемитизмом правящего прогрессистского класса Америки понимаете вот тот антисемитизм в Аспа он ушел 50 больше 50 уже теперь 70 лет назад но новым правящим классом американского общества стали прогрессисты и эти прогрессисты распространяют антисемитизм с которым американская община еврейская просто не умеет и не знает как бороться но в немалой мере это связано и с тем что многие влиятельные члены вот этой еврейско-американской общины они сами являются прогрессистами и поэтому встают на сторону антисемитов против своих еврейских собратьев вот в прошлом месяце Уильям Даруф генеральный директор конференции президентов основных еврейских организаций обратился к членам группы принять определение антисемитизма международной ассоциации памяти жертв катастроф европейского еврейства к слову это самое определение вместе с примерами антисемитизма которые она включает было принято правительством США кстати при Обаме и десятками других правительств по всему миру то есть о чем речь я повторю снова генеральный директор конференции президентов то есть такой крышевой организации еврейских организаций Америки говорит давайте мы примем определение антисемитизма как его дал международной ассоциации памяти жертв катастроф европейского еврейства это не какая-то маргинальная организация это как бы главная организация которая вот занимается вопросами катастрофы памяти об этом и вопросами антисемитизма и это определение тоже не какое-то одиозное определение придуманное какими-то фанатиками нет оно принято и американским правительством в том числе как я уже говорил Обама в 2016 году или даже раньше немножко, и правительствами других стран. То есть это что-то очень-очень консистентное, очень последовательное, очень согласованное. Но прогрессисты из организации «Американцы за мир сейчас» отказались. И вот как там письме Даррофу, это откровенно протеррористическая группа, подражая Джереми Корбину, известному британскому антисемиту, заявил о том, что примеры антисемитизма, которые внесены в определение данной организации «Международная ассоциация памяти жертв катастрофы», в том числе отрицание права израильного существования, и бойкот против Израиля, и преследование сторонников еврейского государства, и использование двойных стандартов для осуждения Израиля, они вовсе не являются антисемитизмом, понимаете? Если вы отрицаете право израильного существования, это не значит, что вы антисемит, говорят борцы из организации «Американской шалом-ахшал», «Американство за немедленный мир». И в этом смысле они полностью солидарны с Джереми Корбиным, которого недавно выгоняли из родной партии за антисемитизм. И вот вместо того, чтобы изгнать из вот эту организацию «Американцы за мир сегодня» из конференции президентов за откровенное одобрение дискриминации в отношении евреев, Даров пожимает плечами. Ну, каждый имеет право на свое мнение, сказал он. Это ведь просто предложение, понимаете? Это просто предложение. Признавать антисемитизм, катастрофу или не признавать? И признавать право Израиля на существование как еврейского национального государства или не признавать? Очень интересна реакция Натаньяу на воспоминания Дорана, которые я озвучил сам в начале, когда Доран вспомнил про своего друга, приятеля еврейского, который очень испугался, когда Натаньяу выступал перед Конгрессом и выступал как бы против базовой, главной, мейнстримной идеи Обамы внешнеполитической, против сделки с Ираном. И вот этот еврей, я напомню, он говорил, ну как же, у нас есть традиция двухтысячелетняя, никогда не ссориться с королями. И вот ответ Натаньяу, он очень хорошо показывает и понимание Натаньяу еврейской истории, и его мысль о том, каким должно быть еврейское руководство. Натаньяу ответил так. Он сказал, что он вообще не приемлет общее правило от приятеля Дорана, согласно которому евреи не должны конфликтовать с королями. Я думаю, сказал Натаньяу, еврейская история намного сложнее и древнее, ведь на самом деле она насчитывает почти четыре тысячи лет, а не две. А потом Натаньяу напомнил историю Хануки, вот той самой Хануки, которую мы празднуем сейчас. На следующей неделе, сказал он, мы отметим только один эпизод, всего лишь один пример сопротивления царя, без которого нас бы здесь сегодня просто не было. И он называется Ханука. Это восстание Маковеев против империи селивкидов и антиоха. Без этого восстания не было бы сегодня никакого иудаизма, но не было бы и христианства, понимаете? Если бы не Ханука, если бы не восстание Маковеев, еврейство не сохранилось бы, но и христианства бы точно так же не было. А затем Натаньяу отвергли саму предложенную приятелем Дорана характеристику Обамы как короля. Он сказал так. Я не имел дела с королем, я имел дело с избранным президентом нашего дорогого союзника Соединенных Штатов Америки. И хотя многие американские евреи были напуганы тем, что мужественный вызов Натаньяу, главной составляющей внешней политики Обамы, спровоцирует антисемитизм на деле, это напротив давало возможность многим американцам выступить против сделки. И республиканцы выступили против нее. И каждый кандидат, мы помним это, президент от республиканцев в 2016 году пообещал отказаться от сделки. Президент Дональд Трамп сдержал свое обещание. И, будучи настоящим национальным лидером, Натаньяу, подвигая американскую еврейскую общину бросить вызов Обаме, в то время как сам американский президент и его советники использовали тогда буквально откровенный антисемитизм, демонизируя противников сделки и объявляя их, мол, они сидят в кармане у зловредных спонсоров таинственных и служат индустриальным интересам. Но тогда ИПАК развернул масштабную кампанию против ядерной сделки в Конгрессе. И десятки тысяч, прежде ни во что не вовлеченных американских евреев, принимали участие в демонстрациях по всей Америке и выражали свое несогласие с соглашением, которое прокладывало Ирану путь к ядерному оружию. Натаньяу продолжил в своем интервью разговоре с Дораном, объяснив, что имея дело с такими лидерами, как Обама, с которыми у него были глубокие разногласия, он сказал так. Когда вы ищете компромисс там, где возможно, но обязаны избегать компромисса там, где это просто неприемлемо. И вам нужно уметь провести четкое различие между этими двумя вещами, что я и пытался делать. И вот этот очень важный урок лидерства, который, возможно, является ключевым посланием нашего времени. Как и ассимилианты в эпоху Хануки, сегодняшние прогрессистские элиты утверждают, мол, евреи, желающие быть принятым в приличное общество, обязаны отказаться от важнейшей части своей идентичности и от своих гражданских прав. Ассимилианты прошлого требовали, чтобы евреи отказались от ТОР. Сегодняшние прогрессисты требуют, чтобы они отказались от своей еврейской национальной самодетификации. Но это вещи, с которыми нельзя идти на компромисс, с которыми можно только бороться. Даже в том случае, когда их требуют те, кто сами играет в серебряные. Я очень хочу, чтобы это было услышано нашими американскими слушателями, потому что, к сожалению, вопрос антисемитизма, противостояния антисемитизму в Америке, видимо, в ближайшие годы будет становиться все более и более актуальным. Спасибо. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим. Открытый диалог с Александром Непомнящим Возвращаемся к беседе с Александром Непомнящим. Телефон в студии 847-400-5200. Давайте, наверное, примем звонки. Давай. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Хак Самех. Спасибо. У меня вот такой маленький вопрос. Скажите, пожалуйста, вот как это Израиль вляпался в очередной такой дрэ, когда я увидел из семи стран, которые принесли свои, так сказать, дипломатические ноты в логово гауляйтер СС Лукашенко и один из этих семи стран я увидел флаг Израиля. Европа не признала, Америка не признала, а Израиль, как говорится, опять отвечился. Да, вы правы, но вы не правы. Я объясню. Действительно, Израиль оказался среди тех семи стран, послы которой вручили свои верительные грамоты Лукашенко. И мы знаем прекрасно проблематику того, что происходит сейчас в Белоруссии. Я хочу пожелать белорусскому народу добиться справедливости, честных выборов, как, собственно, американскому народу и того, чтобы их лидером был тот человек, которого они действительно хотят и которого они выбирают. Но действительно, Израилю Европа не указ. И европейцы в свои игры, у Израиля свои дела. И у Израиля закончилось время того посла, который там бы находился. Приехал новый посол, и он должен был как бы... Либо Израиль должен был пойти на ситуацию, когда мы открыто и демонстративно не признаем Лукашенко, либо дать верительные грамоты и продолжить там работу. О какой работе мы ведем речь? В Белоруссии достаточно много евреев. Как вы знаете, евреев там было очень много всегда. Но и сейчас, после 30 лет массового исхода евреев белорусских в Израиль, там и сейчас много евреев. Там есть еврейские общины. Есть евреи, которые сейчас выезжают в Израиль. Их тоже достаточно немало. И вся эта деятельность, она требует работы с белорусскими властями. Поэтому для Израиля, конечно, при всей солидарности, скажем, очень многих жителей Израиля, и выходцев из Белоруссии, и других с чаяниями и надеждами белорусского народа на справедливую власть свою, в своей стране, у Израиля прежде всего интерес обеспечить деловые и прагматичные отношения с нынешними властями, чтобы это не отразилось на тех евреях, которые там находятся или которые находятся в состоянии выезда из Белоруссии. Поэтому Израиль решил, что нам важнее действительно как бы оказаться в стане не самых честных, или даже я бы сказал, в стане не самых борющихся за справедливость стран, в том числе Евросоюза, с которым у нас тяжелые отношения. Евросоюз постоянно ведет себя по отношению к Израилю подло и по-предательски. И в данном случае он занял, наверное, разумную позицию, да, и требует, чтобы там были как бы честные выборы, и не признает результата выбора, которые там произошли. У Израиля нет этого люкса и нет этой роскоши. Мы защищаем интересы еврейских общин в Белоруссии, мы помогаем людям репатриироваться, и нам важнее продолжать прагматичные отношения с властями, нежели играть в игру и указывать другому, другой стране, кто у них должен быть президент. Это не наше. И следующий звонок. Добрый день. Добрый день. Огромное спасибо вам за передачу. Хотелось бы вот такой вопрос задать, может, не совсем такой простой, то есть, может, и даже сильно простой. Вот скажите, пожалуйста, как в Израиле к относятся, вот сравнивают, допустим, господина Путина, который погряз в коррупции, дряхлый, разваливающийся, которые сейчас вот уже утверждают, что завтра он умрет, и снова избранным, бодрым, веселым, в здравом уме и абсолютно кристально честным мистером Байденом. Вот как это? И происходит какое-то сравнение вообще-то или нет? Спасибо. Я послушаю ваш ответ по радио. Спасибо. Ну, во-первых, в Израиле, как и в США, существуют разные СМИ. Есть СМИ откровенно левые, продемократические, которые верещат от восторга и надеются, что скоро уже придет Байден и снова наступит тот мир, как они хотят, когда Израиль отступает и унижается, а не тот мир, который Трамп продвигает. И есть, конечно, правые СМИ, которые очень надеются, что все-таки Трамп удастся отстоять справедливость этих выборов. Конкретных сравнений между Байденом и Путиным я не находил. Дело в том, что Путин, никто как бы в Израиле не питает иллюзий по поводу того, что Россия друг или не друг, но партнер Ирана, покровитель Сирии и покровитель Хизбаллы в том числе. И, так сказать, это не та страна, с которой у нас могут быть такие открытые, доверительные и замечательные отношения, как, например, с Америкой. В то же время Натаньяу и Путину удалось построить очень прагматичные отношения, которые позволяют нам решать наши задачи в отношениях Хизбаллы и иранской агрессии, в том числе на территории Сирии. И Россия, чьи войска там находятся, не мешает нам в этом. И это для нас, для Израиля, очень ценный момент. Поэтому в Израиле считают, что Путин, окей, это опять же проблемы России, а не проблемы Израиля. Мы не будем указывать россиянам, каким у них должен быть президент. Как они решат, пусть так и делают. Нам главное наши интересы запустить. Что касается Байдена, то, конечно, даже многие левые прекрасно понимают, насколько дружественным, самым дружественным в истории американцам-израильских отношений был президент Трамп. и правые говорят в Израиле об этом открыто. Мы очень надеемся на то, что Трамп и дальше будет американским президентом. В то же время, если, кстати, этого не случится, нам придется переживать четыре страшных года Байдена, то вот военный союз, созданный Трампу, благодаря Трампу, между Израилем и суннитскими странами, видимо, будет противостоять изо всех сил иранской агрессии, поддерживаемой Байденом их хранится. Спасибо. И следующий звонок. Добрый день. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Happy Hanukkah. Прекрасный, замечательный праздник, который мы помним с детства. Я хочу с удовольствием... Вы совершенно правы, на сто процентов. Мое мнение, государство Израиль, после стольких лет, когда оно возродилось, тысячелетий, должно делать в отношении дипломатических отношений, кто бы это ни был, Белоруссия, Россия, только, я повторяю, мое мнение, в своих интересах, а не в интересах Европы, которая не является другом Израиля ни в чем. Поэтому, как они делают, значит, они делают в своих интересах. Это касается и Путина, и касается Лукашенко, и других-других. И правильно не повторять. Теперь я хочу спросить пару вопросов. У меня действительно есть, быстро. Сар, да, канцеля, фамилия, новый, который вдруг объявился в Ликуде, который выходит из Ликуда, и вдруг он такое сейчас проверил, смотрел 20, он может набрать сейчас 21 голос. Ликуд набирает 28. Откуда такой феномен? И что-то может стать положительного про него? А второе, вы знаете, выслыхал, читал недавно, я просто был поражен, Хана Ашрави, которая является злейшим врагом Израиля на протяжении десятилетий. мы за ней следили, никогда не признавала Израиля и гадали. Она сейчас уходит в отставку. Что вы можете сказать пару слов про это? Но повторяю то, что сказал с самого начала. Что Израиль делает, если в своих интересах, это самое главное. Все остальные и все остальное для них не должно иметь какого-то значения. Спасибо. Спасибо вам. Я абсолютно с вами согласен. По поводу Ханана Шрауи, насколько я знаю, она уже очень пожилая женщина. Она действительно давний и злой враг Израиля. И она в свое время боролась против Израиля в дипломатических сферах международных и клеветала на Израиль, обвиняла его в разных преступлениях и грехах, враньям, конечно, и ложью. Но она стара и она уходит в отставку просто потому, что она больше... как бы человек уже израсходовал отведенный ему отрезок времени. Что касается Гидона Сара, Гидон Сар, это, я бы сказал, возможно, последнее оружие дип-стейта израильского в борьбе с Натаниялом. Дело в том, что, как вы знаете, уже несколько лет израильская политика сотрясается и как бы линия фронта проходит не столько по линии правых-левых. Во многом Натаниял сумел перестроить как бы всю израильскую политику, всю ткань израильской политики. Он похоронил соглашение Осло, де-факто. Он разрушил последние бастионы социализма, практически разрушил последние бастионы социализма. И теперь война, которая происходит в израильской политике, это война фактически против олигархи, олигархических кругов, которые хотят сохранять свою власть, неизбираемую, недемократическую власть над Израилем. И Натаниял представляющим интересы народа, который хочет, чтобы он мог избирать своих лидеров, и чтобы руководители Израиля были те, которых хочет народ, а не вот эти олигархические круги назначали бы из своей среды. И эта война Дипстейта против Натаниял идет уже с применением всех видов оружия. Последним было вытаскивание Гидона Сара из Ликуда. И, честно говоря, я на самом деле боялся, что Гидон Сар не уйдет из Ликуда, и что он будет там как троянский конь, и в какой-то момент, когда Натаниял просто закончит свою политическую карьеру, потому что все-таки он уже сейчас человек немолодой, дай Бог, чтобы он еще долго оставался лидером Израиля, но все равно это случится, и тогда если Гидону Сар удастся подмять под себя Ликуда, он, в общем-то, еще недавно считался одним из ведущих лидеров партии Ликуд, то, конечно, он вернет туда и Либермана, и каких-нибудь еще людей с очень сомнительными и мутными взглядами и позициями, и это уничтожит ведущую правую партию страны. Но случилось то, что случилось, Гидон Сар решил, что скоро выборы, что на ближайших праймерис внутри Ликуда, я напомню, Ликуда одна из последних партий в Израиле, в которой есть демократический праймерис. Все остальные партии, это партии, созданные вокруг одного какого-нибудь Наполеончика, он сам себе выбирает команду, так у Либермана, так у Лапида, так у Ганса, конечно. Ликуд последняя партия демократического типа, в которой есть праймерис, есть члены партии, выбирают список кандидатов партии, и Гидон Сар, который выступал открыто против Натаньяу, последнее время он знал, что на праймерис он высокого места не получит, он уйдет куда-нибудь во второй десяток, и он решил пойти, кстати, вышел из Ликуда и заявил о себе как об альтернативе Натаньяу. Таких альтернатив, как вы помните, за последние лет пять уже было много, и все они постепенно сдувались, но вначале всегда люди, которые движуты, в первую очередь, ненавистью или неприязнью к Натаньяу, это либо левые, которые не могут простить ему то, что он похоронил Осло, либо правые, которые недостаточно дальновидны и поддаются на пропаганду и доктринацию левых СМИ. У вас в Америке та же самая, очень похожая ситуация, многие, так сказать, правые, как бы республиканские, которые выступают против Трампа. Так вот, эти люди сейчас очень активно приветствуют Сара, потому что они видят в нем нового спасителя как бы от Натаньяу, потому что пробовали уже кто-то, и Лапид пробовал, не вышло, и Ганс пробовал, не вышло. Вот, и теперь вот Сар, такая новая надежда левых, но фактически он наносит больше ударов даже не столько Ликуду, сколько вот этому лагерю противников Натаньяу, где начинается страшная жесткая возня. И Лапид и Либерман сейчас боятся больше, что Сар забирает мандаты у них, это то, что мы видим в вопросах. Да, действительно, ему рисуют 21 мандат, то есть партии, у которой нет ничего, ни программы, ничего, только вот одно, я ушел из Ликуда, потому что Натаньяу больше не могу с ним находиться в одной партии, ему тут же рисуют 20 мандатов, обычно это все заканчивается к выборам либо полным провалом, то есть список вообще не проходит, либо набирает 6-7. Это, видимо, та сила, которую может действительно мобилизовать Сар, и, скорее всего, он ее мобилизует среди, так сказать, сторонников Либермана и Лапида, что, в общем-то, нанесет удар по ним, а не по Ликуду. Но, безусловно, израильская политика, так сказать, бурлит, кипит и продолжает оставаться политикой по вопросу за Натаньяу, то есть за израильское общество и за демократию, или против Натаньяу, за Дипстейт и за сохранение недемократических клик управляющих страной. Примерно так. Ну и теперь о том, что же произошло в Израиле за последнюю неделю. Да, и вот в конце всей этой бурлящей, кипящей жизни, конечно, я хотел просто взять последнюю неделю и пробежаться очень коротко, у нас там остается не так много времени, но вот за последнюю неделю Натаньяу, которому еще приходится заниматься вот этими предстоящими судами, в которых его обвиняют не весь в чем, и решать политические, как бы вопросы мелкой политики, то есть вот САРа уходит, как это повлияет, как что-то, что нужно предпринять, чтобы сохранить каких-нибудь там колеблющихся депутатов, чтобы они не убежали вместе с ним. Но параллельно с этим, что у нас произошло за неделю? Во-первых, Израиль нормализовал отношения с еще одной арабской страной, с Марокко, и таким образом за последние три, там, три с половиной месяца Израиль уже заключил четвертый мирный договор с арабским государством. За всю предыдущую историю Израиля, мы помним, было только два, с Египтом и Сарданией. И вот оказывается теперь за четыре месяца тандем Трампа и Натаньяу сумел создать уже четыре мирных договора, и такой четвертой страной стала Марокко. Марокко что, безусловно, с огромным энтузиазмом было встречено в Израиле, потому что, как вы знаете, в Израиле живет огромная община марокканских евреев, и они теперь им получили возможность достаточно легко побывать в стране своей, так сказать, где жили их предки на протяжении столетий. И, конечно же, очень много израильтян не связанных с Марокко никак довольны тем, что они смогут поехать и попутешествовать там. Но, конечно, как я говорил раньше, я повторю и сейчас, в первую очередь речь идет не столько о экономических союзах, сколько о союзе военном. Речь идет о создании прочного блока между Израилем и арабскими суннитскими государствами, входящими в лагерь Саудовской Аравии. Саудовская Аравия высылает потихонечку одного за другим своих сателлитов. Сначала это были Объединенные Арабские Эмираты, потом Бахрейн, потом Судан, теперь Марокко. И сама тоже, Саудовская Аравия тоже будет в этой связке, потому что выхода другого нет. Потому что сегодня на Ближнем Востоке есть общий враг у Израиля и у суннитских государств. Это братья-мусульмане и это режим Аятов в Иране. И с ними нужно что-то делать. И особенно, если, не дай Бог, Байден станет главой Белого дома, то вопрос о том, как защитить себя от атак братьев-мусульман и шиитского режима Аятов в Иране станет очень актуальным. И поэтому как бы все это проходит еще в интересном таком режиме. Марокко очень хотело, чтобы признали Западную Сахару и такая спорная территория между ней и Аужиром. И они давно добиваются того, чтобы эта территория считалась их, Аужир тому противостоит. Никто в мире не признает Западную Сахару как бы марокканской, хотя Марокко формально ее контролирует. Но при этом никто, например, не занимается разделением продуктов приступающих из Западной Сахары и Марокко. Никто не обвиняет Марокко в геноциде и преступлениях против человечества, как это происходит с Израилем. Никто не выдает даже осуждающих резолюций. И вот сейчас Объединенные Арабские Эмираты, которые являются главным движущим процессом этого всего процесса соглашения Абраама, они, видимо, спросили марокканцев, чего вы хотите? Вот давайте уже заключайте договор, пока Трамп еще точно здесь, не знаем, что будет дальше, давайте, торопитесь, потом будет поздно. Марокканцы сказали, нам бы Западную Сахару признали. А что там в Западной Сахаре? Там пустыня и бедуины. Ну, хорошо. И Трамп пишет, что, мол, когда-то Марокко признали Соединенные Штаты в 1777 году, а мы теперь в ответ признаем их суверенитет над Западной Сахарой. Ну, и Марокко для счастья больше ничего не надо. Они свое получили, и мирный договор с Израилем прозвучал и вышел как бы на финишную прямую. Вспомним, Египет и Ордания это были холодные мирные договора без какой-то дружбы, без сближения между народами. Израиль отдавал за это свою реальную землю и унижался. Сейчас мы заключаем уже четвертый мирный договор, без того, что Израиль платит хоть чем-то. Просто Израиль сильная регионально-экономическая военная в плане держава, она может быть связующим звеном или как бы основным стержнем вот такого военного союза против братьев-мусульман иранского режима, и мы видим, как одна за другой арабские страны подсоединяются к этому процессу, и, конечно, мы понимаем, что в основании всего этого процесса находится тандем Натаньяо и Трамп. Тем временем как бы сделка нормализации с Эмиратами тоже приносит свои плоды, вот буквально сегодня в газете Израиль Айом израильской огромная статья о том, как завершился многонедельный визит главы одного из советов поселений Самарии еврейских Йоси Дагана в Эмираты. Он туда приехал, и он не скрывает того, что он представляет как бы поселенцев, причем поселенцев самых таких вот, самых, что ни на есть поселенцев из центральных районов Самарии, у которых множество поселений с заводами, с фабриками, на которых, кстати, работают и в том числе палестинские арабы, потому что они же должны кормить свои семьи, и там они отлично зарабатывают, там действительно сосуществование, то, что называется. И вот он приехал в Эмираты, и он представляет себя и продукцию, которую производят поселенцы. Эмираты, это замечательно, здорово, и подписано огромное количество соглашений между поселениями Самарии и богатыми разными предприятиями, предпринимателями Эмиратов. И руководство, правительство Эмиратов совершенно не препятствует этому, потому что им действительно как бы ну-ха поселенцы и поселенцы замечательно, вот что называется настоящим миром. И на этом фоне, кстати, опять же, на фоне нормализации отношений с Марокко, Израиль присоединился к Альянсу Международной Безопасности. Это такая как бы организация, которая была создана Объединенными Арабскими Эмиратами в 2017 году для сотрудничества разведывательных служб в борьбе с террором. И в эту организацию входили до сих пор Объединенные Арабские Эмираты Франция, Италия, Испания, Сингапур, Бахрейн, Марокко и еще две страны, так сказать, может быть как-то странно, что они туда вписали, Словакия и Сенегал. Я думаю, что ничего странного нету, Словакия и Сенегал это страны, как бы через которые происходит оперативная работа разведслужб по борьбе с террором, соответственно, в Европе, видимо, и в Африке, то есть в этих регионах, где находятся эти страны. И вот сейчас в эту организацию вписывается также и Израиль. То есть это действительно мир, который очень быстро заполняет все пространство, всю пустоту, не терпит пустоты никакой, все, что только можно, где только можно заключить какие-то военные экономические связи, это все происходит. Но это еще не все. За эту неделю произошло еще несколько важных вещей. Натаньяус умел оформить стратегический военный договор о сотрудничестве с Великобританией. Теперь этот договор секретный, его детали не публикуются в прессе. Но судя по утечкам, мы, видимо, понимаем, что речь идет не только о сотрудничестве военным в регионе, но и в Средиземноморье, и в Индийском океане. И все совершенно хорошо понимают, что это значит. Угроза Турции в Средиземном море, угроза Ирана в Индийском океане, Британия и Израиль подписывают секретный договор о военном сотрудничестве стратегического характера. Но это еще не все. Потому что стало известно, что Израиль готовится на следующей неделе подписать не менее стратегический экономический договор о свободной торговле с Южной Кореей. Для Израиля это очень актуально, потому что это означает, что вся южномикорейская техника и, в первую очередь, машины станут стоить в Израиле дешевле. И это означает, что реальный уровень дороговизны в Израиле будет снижен. И это означает, что уровень жизни людей повысится. И это, конечно, означает больше экономических отношений, больше денег в стране, больше инвестиций и прочее, прочее, прочее. Но это еще не все, потому что в свое время Натаньяу сказал, что он постарается добиться того, чтобы Израиль был оснащен вакцинами против коронавируса не позднее января 2021 года. И левые, конечно, говорили, он как обычно врет, он все врет, он никогда не привезет. Что произошло? Натаньяу действительно банул. Он добился того, что миллионы порций этой самой вакцины пришли уже сейчас. И, видимо, к январю будет не привоз вакцины, а уже будет вовсю идти вакцинация желающих в Израиль. Таким образом, Натаньяу, пока его противники выходят, собираются в группы, смотрят на опросы, потом разбиваются, создают какие-то еще союзы и пытаются каким-то образом его подсидеть и сместить, Натаньяу продолжает служить народу Израиля и служить совершенно с ошеломительным успехом. То есть, когда мы смотрим на последние 10 лет израильской истории, мы видим, как сильно изменился в Израиль, каких фантастических успехов он добился. И вот, завершая нашу передачу, завершая вот этот разговор о израильской сегодняшней ситуации, я хочу таким вот забавным случаем на днях вышел в Израиле клип, музыкальный клип, где песню, известную израильскую песню о любви, которая есть в человеке, она победит все сложности, исполняет израильская певица и Бенемин Натаньяу. Бенемин Натаньяу, как выяснил, он еще и поет, он еще прекрасно поет, и он поет, участвует в записи этого ролика. К слову сказать, это не только и не столько пропагандистская акция политическая, а этот ролик, доходы от которого пойдут для организаций, занимающейся благоустройством пожилых жителей Израиля. То есть, на самом деле, это благотворительная акция. Но, конечно же, наши левые уже устроили визг и вой по поводу того, что, ах, этот Натаньяу, он лезет во все щели, он еще и поет. А я говорю, так еще и замечательно, что он поет. Человек, который так здорово и так замечательно, я уверен, как бы, это мое мнение, но я абсолютно в нем уверен, что не было еще в Израиле такого премьер-министра, который бы так успешно служил бы своему народу и интересам нашей страны. И поэтому я как бы с удовольствием воспринимаю и с большой симпатией воспринимаю этот ролик. Не знаю, может быть, Сергей, он есть в сети, может быть, вы как-нибудь при случае поставите его своим слушателям. Я попробую, да. Я видел то, что вы запостали на Хейзбуке. Натаньяу еще и поет, а он действительно очень здорово поет. Я вам очень советую найти эту песню «Если у меня любовь» и она победит, называется эта песня. Исполняет Натаньяу и Эден Бензакен. Послушайте и узнайте, что наш премьер-министр кроме всех своих замечательных достоинств еще умеет прекрасно петь. Ну вот на этой жизни утверждающей нотке мы сегодня и будем заканчивать. Спасибо огромное, Александр. Как всегда, очень познавательно, содержательно. Еще раз с праздником вас. Я бы поставил эту песню, но поскольку мы идем в прямом стриминге на Ютьюбе, то Ютьюб нас сразу же заблокирует. Они тогда глушат полностью всю программу. Но я попробую запустить для наших радиослушателей, которые находятся здесь по радио. Попробую. Спасибо. Спасибо. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова